МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаки. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сертификат на 10 миллионов тенге, а также спортивный инвентарь подарил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов воспитанникам детского дома Таншупан. В честь Дня защиты детей в детском учреждении побывал глава региона. Сладкое лакомство и веселые развлечения. Что еще нужно детям для счастья? Тысячи карагандинцев собрались в Центральном парке, чтобы отпраздновать День защиты детей. Детские музыкальные оркестры и ансамбли. прошлись по Центральной улице Караганды. В этот день в Шахтерской столице, как и в других крупных городах страны, прошел парад оркестров. Сертификат на 10 миллионов тенге, а также спортивный инвентарь подарил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов воспитанникам детского дома Таншупан. Эти деньги детдом сможет потратить на обустройство спортивной площадки своего загородного лагеря. Глава региона посетил детский дом в честь Дня защиты детей. Это партнерский загородный лагерь. Там все дополнительные спортплощадки, волейбольные, футбольные. Я думаю, хватит, наверное, многих. Если не надо, спасибо. А еще футбольные мячи, тренажеры и другой спортивный инвентарь подарил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов воспитанникам детского дома Таншупан. Не случайно все подарки так или иначе связаны со спортом. Футбольная команда детского дома в 2015 году стала победителем турнира «Навстречу мечте». Юные спортсмены выиграли главный приз – поездку в гости к футбольному клубу «Бавария». Сегодня команда борется за право посетить английский клуб «Челси». Особенно мне понравился спортивный инвентарь. Это тренажеры, футбольные мячи. И я люблю играть в футбол. Наша команда в этом году прошла отборный областной турнир по футболу. И мы едем в Алмату на республиканский чемпионат по футболу в настоящем мечте. Тут у нас прихожая комната. Здесь мы храним свою верхнюю одежду и обувь. В детском доме семейного типа Таншупан в настоящее время воспитывается 98 детей. Воспитатели заявляют, что здесь уделяется максимальное внимание всестороннему развитию каждого ребенка. В этом убедился глава области Ерлан Кошанов. Он познакомился не только с условиями проживания детей, но и с их творческими работами. Особенно поразило Акима умение детей создавать миниатюрные модели кораблей в бутылках и даже в лампочке. Экскурсию по детскому дому для Акима провела 9-летняя Анастасия Салихова. Настя призналась, что День защиты детей для нее едва ли не самый любимый праздник. У меня настроение отличное, потому что этот праздник мой почти самый любимый. Ну-ка рассказывай, почему. Ну, потому что собирается много детей. Они все радуются, веселятся. Выступая с поздравительной речью, Ерлан Кошанов дал слово посещать детский дом чаще, а не только по праздникам. Аким области пожелал воспитанникам исполнение всех мечтаний. Благо, все условия для этого имеются. Мы, взрослые, во главе с нашим президентом делаем все возможное, чтобы у вас было светлое, прекрасное, счастливое будущее. Я думаю, все возможности у нашей страны для этого есть. Я уверен, вы станете такими людьми, как ваши те выпускники, которые от вас они выпускались. И на сегодня они представляют в нашей стране вашу школу. И в будущем вы станете самыми-самыми счастливыми жителями нашей страны. И в первую очередь это будет зависеть не только от нас, от взрослых, от вас самих. Надо верить в себя. В первую очередь. Продолжилась встреча небольшим концертом, подготовленным силами воспитанников детского дома. И в завершение традиционное фото на память. Поздравления в честь Дня защиты детей продолжаются. Городской Маслихат поздравил карагандинского вундеркинда Алдяр Божбанов. В этом году на специализированной международной выставке Экспо будет представлять наш город. На выставке он представит свое изобретение по зарядке телефона с помощью мышечной силы. Алдяр, мы даем подарок. Писал программу, развивал нашу область, нашу страну. И мы это выкатились. Именно такой навороченный подарок получил Алдяр Божбанов. Стоит отметить, что 14-летний вундеркинд изобрел необычное зарядное устройство, работающее при помощи мускульной силы. Свою ноу-хау Алдяр представит на международной выставке Экспо. Устройство работает по принципу превращения механической энергии в электрическую. Кроме того, у Алдяра много и других проектов. Таких, как полный безысходный технологический цикл по энергоэффективности и энергосбережению Караганды. Алдяр отмечает, что он рад такому подарку от городского маслехата. Благодаря этому компьютеру юный гений планирует развиваться в сфере информационной системы и дизайна. Мне, конечно, приятно. Очень нужная вещь, потому что я хочу дальше развиваться в сфере информационной безопасности, веб-дизайна, что-нибудь из этого буду работать. И прям очень нужна. Городской маслехат всегда старается отмечать таких детей в знаменательный для них праздник. По словам депутата городского маслехата Айбека Жумабекова, Алдяр является премьером для своих сверстников. Сегодня в преддверии защиты детей праздника и также в рамках программы Тухан-Жер хотелось бы наградить Башбана-Валдяра компьютером. И также призываю всех бизнесменов и меценатов нашего города делать благие дела в этот священный месяц, помогать нашему подрастающему поколению, потому что это непосредственный вклад в наше будущее. Алдяр помимо исследовательских работ занимается еще и музыкой. В честь такого праздника депутат областного маслехата Самат Успанов подарил Алдяру саксофон. Теперь у молодого исследователя есть возможность развиваться всесторонне. Поездка юного исследователя в Астану запланирована на июль. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Симофеев, Первый Карагандинский. С Днем защиты детей поздравляли в Центральном парке Караганды. Несколько сотен маленьких карагандинцев здесь ждали персонажей из мультфильмов, разнообразные карусели, конкурсы с подарками, праздничная концертная программа и бесплатные сладости. Отметить детский праздник в Центральный парк города с самого утра спешили не сотни, а тысячи карагандинцев. Организаторы мероприятия власти города постарались, чтобы этот день запомнился детям надолго. Творческие коллективы и учащиеся школы искусств со сцены поздравляли виновников праздника яркими концертными номерами. А персонажи мультфильмов всячески старались, чтобы каждый ребенок в этот день вернулся домой счастливым. Поздравляю всех детей Казахстана с Днем защиты детей. Желаю здоровья им, чтобы они росли послушными. Ну и слушались маму с папой. Мы радуемся тому, радуемся каждому дню, что у нас спокойно, нет никакой войны. Не боимся вывести детей. Дети занимаются тем, чем хотят. Сейчас в городе очень много студий разных для детей, много развлекательных центров. Мы очень благодарны нашему руководству, нашему правительству за нашу заботу, за заботу наших детей. Я мать троих детей. Мы ежегодно вместе с детьми приходим в парк, чтобы весело отметить праздник Дня защита детей. Если дома они под моей защитой, то в школе и на улице они под защитой учителей и стражи порядка. Наше государство всячески предпринимает все необходимые меры, чтобы права подрастающего поколения нашей страны никем и никогда не было ущемлены. И этот прекрасный праздник является подтверждением тому, что наши дети защищены. Частные компании в этот день также не остались в стороне. При поддержке Акимата они организовали для детей различные конкурсы и викторины с подарками. Представители одной из автокомпаний, впервые принявшие участие в подобном мероприятии, пообещали теперь поздравлять детей каждый год. Сподвигла нас любовь к детям, любовь к лету, то есть пообщаться, устроить такой праздник, просто веселье, чтобы люди отдохнули. Сегодня нас радуют клоуны, анимация, бесплатное мороженое для детей, для их родителей. То есть, ну, как бы просто повеселиться сегодня мы захотели. 20-25% населения любой страны – это дети. С 1950 года День их защиты отмечается в более чем 30 государствах мира. Он направлен на решение детских проблем в разных областях. Как говорит само за себя название праздника, этот день должен стать напоминанием всем взрослым о необходимости соблюдать права детей не просто на жизнь, а на жизнь счастливую. День их защиты отмечается в Кулыншак. Офицеры признали, что всегда оказывают помощь этим детям. В этот раз они пришли не просто поздравить. С собой военнослужащие принесли много подарков. Кроме того, воспитанникам детского дома устроили небольшой концерт. Помочь детям почувствовать искреннюю заботу и любовь – вот главная цель этой благотворительной акции. Президент нашей страны Нурсан Абишназарбаев постоянно напоминает нам, что мы должны быть ближе к детям, особенно социально уязвимым. И мы, выполняя эти требования, ежегодно посещаем детские дома для того, чтобы поддержать их и принять участие в их воспитании. В детском доме Кулыншак воспитывается 121 ребенок. Из них 35 детей до школьного возраста. Подарки от военных достались каждому. Воспитанники и воспитатели выразили большую благодарность. Спасибо! Спасибо! Детей сегодня в наш детский дом наших воспитанников пришли поздравить. Региональное командование Орталх Национальной гвардии Республики Казахстан. Конечно, мы рады, рады наши дети. Они не просто так пришли. У них музыкальные номера были, с подарками пришли, журналы для наших детей. Я думаю, наши дети благодарны. И, конечно, мы тоже благодарны. Военнослужащие признались, что для них стало доброй традицией и, по сути, обязанностью заботиться о детях, которые воспитываются в детском доме Кулыншак. Старшим воспитанникам Савердины Миров предложил в будущем связать свою жизнь с военной службой. И уверил, что Национальная гвардия всегда будет рада видеть их в своих рядах. Андрей Тенажар Гибаев, Ажексыл Кнурта и Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся первый парад детских музыкальных ансамблей и оркестров. Такие шествия в этом году организовали одновременно во всех крупных городах страны. В шахтерской столице музыканты и танцоры прошли маршем по Каскадной площади, затем по улице воинов-интернационалистов и по главной аллее Центрального парка, где состоялась торжественная программа. В Караганде прошел первый в истории парад детских музыкальных оркестров и ансамблей. В шествии приняли участие школьники и студенты. Более двух тысяч участников прошлись от Каскадной площади до сцены Центрального парка. Мы очень рады, что участвуем в этом мероприятии. Мы рады, что дети видят такие вещи. Для нас большая честь участвовать в таком грандиозном событии, которое будет проходить в первый раз в Караганде. Мы можем показать все наши достижения, наши костюмы. Более 50 коллективов прошлись на шествии. Это барабанщики, духовые оркестры, хоровые и танцевальные коллективы и черлидеры. Заранее на репетициях они не только оттачивали танцевальные движения на ходу, но и учились попадать в ритм оркестровой музыки. Организаторы признали, что намерены и дальше ежегодно устраивать подобные мероприятия. Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, по инициативе Министерства образования и науки, впервые по республике проводится парад молодежных и детских оркестров. На областной площадке в городе Караганде у нас принимают участие 2200 учеников. Это из общеобразовательных школ города Караганды, организации дополнительного образования, студенты колледжей, студенты вузов. Инициатором проведения первого парада оркестров стало Министерство науки и образования. Сотрудники ведомства считают, что такое зрелищное музыкально-театрализованное шествие не только повысит уровень музыкальной культуры у молодежи, но и поднимет престиж учебных заведений страны, а также будет мотивировать детей заниматься творчеством. К другим новостям. Областной суд оставил без удовлетворения апелляционное заявление Серика Ахметова, не согласного с многомиллионным штрафом. Ранее мы рассказывали о том, что экс-премьер-министр намерен обжаловать результаты суда по иску Акима Караганды. Суд первой инстанции определил штраф в размере 17 миллионов тенге. Дело было возбуждено по иску Акима города Караганды Нурлана Аубакирова, который просил суд взыскать с ответчиков, более 200 миллионов тенге. В марте этого года Казбикбийский районный суд номер 2 Караганды частично удовлетворил иск и постановил взыскать с экс-премьер-министра Серика Ахметова и других не более 17 миллионов тенге ущерба. Пятеро ответчиков не признавали исковые требования в полном объеме и просили коллегию отменить решение Казбикбийского районного суда номер 2 и полностью прекратить производство по гражданскому делу. Однако областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение районного суда номер 2 Казбикбийского района города Караганды от 18 марта 2017 года по данному гражданскому делу оставить без изменения апелляционные жалобы сторон без удовлетворения. Постановление вступает в законы СИО со дня его возглашения и стороны, участвующие в деле, могут обжаловать его в кассационном порядке в течение 6 месяцев Верховный суд Республики Казахстан. В этом году исполняется 100 лет правительству Алаш-Урда. В честь знаменательной даты в Караганде состоялся научно-просветительский форум. Ученые-историки и школьники приняли участие в работе дискуссионной площадки. На ней обсудили историческое значение движения Алаш. Организатором мероприятия стал городской отдел образования. На сегодняшний день занятия Алаш-Урда проходят в 76-й школе имени Алихана Бокиханова, в 39-й школе имени Макжана Жумабаева и в 41-й. А у всех остальных школах проводятся специальные лекции для школьников. Анна Таранова ученица 10-го класса, общеобразовательной школы номер 66. Одна из тех, чья работа прошла отбор и сегодня будет представлена историком города. Анна представила свою работу об идеологии Алаш-Урды в контексте современности. В работе идет сравнительная характеристика Конституции Республики Казахстан с положениями алаш-урдинцев. По словам Анны, подрастающее поколение должно помнить о старых законах и использовать их в современности. В Конституции есть что-то схожее именно с положениями алаш-урдинцев. Например, статья 4 Республики Казахстан, где говорится о неприкосновенности земель казахского народа. Также говорится и в самом положении Алаш-Урды. По словам организаторов, оценной целью форума является знание и роль движения Алаша в борьбе за независимость, взгляды и новые концепции для будущего поколения изучения и пропаганда национальных лидеров и их современные ценностные требования. Школьники проводили сравнительную работу, учителя делились практикой обучения по данному предмету. У нас был проведен отбор лучших исследовательских проектов, посвященных вкладу деятелей партии Алаш в политическую историю, в культурную историю, в социально-экономическую историю. И здесь представлены лучшие из лучших. То есть мы обсуждаем вот все эти вопросы. И учителя тоже. Мы, учителя, рассказываем о том, как на своих уроках, как через внеклассные мероприятия мы представляем наследие вот этой замечательной деятелей партии Алаш современному молодому поколению. На форум было предложено около 60 работ. Из них одобрали около 10. Для большего результата историки предлагают Алаш-Тану включить список изучаемых предметов. Сейчас ими создан учебно-методический справочник. При поддержке отдела образования ученые местных университетов готовы подготовить специальные пособия по данной дисциплине. Фариза Улбаева, Жаслан Вакулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Переход на латинский язык стал темой для обсуждения на встрече представителей общественного объединения «Казахт-Лежане-Мадинете» с преподавателями и студентами Карагандинского колледжа актуального образования «Булашак». Главная цель этой встречи – пропаганда государственной языковой политики и формирование положительного мнения общественности к проекту «Перехода казахского языка на латинский алфавит». Не только казахстанцы, но и некоторые зарубежные эксперты восприняли с критикой переход страны на латинский алфавит. На самом деле процесс перехода на латиницу пройдет гораздо проще, считает профессор Карагандинского государственного университета имени Букетова. Он пришел на встречу специально для того, чтобы разъяснить все плюсы нового алфавита. Народ, наши государства несколько раз меняли свой алфавит. Это ни к чему хорошему не привело. С переходом на латиницу у нас многое изменится в лучшую сторону. Мы вернем правила сингармонизма. До конца этого года будет представлен новый латинский алфавит. На сегодня разработано более ста его вариантов. Один из них будет выбран и к середине следующего года внедрен в образовательную программу. Многие в страхе ждут периода перехода на латиницу. Я вам скажу, ничего сложного и страшного в этом нет. Тимиргалик у китаев заметил, что латиницы – это те же английские буквы, просто в новый алфавит будут добавлены несколько новых казахских букв. К этому времени будут изданы специальные учебники и словари на латинском. В вопросе перехода на латиницу наше общество разделилось на два лагеря. Я считаю, что латинский алфавит даст нам одни плюсы. Мы, как выпускники колледжа, готовы внести свою лепту в разъяснение обществу всех нюансов перехода на латинский алфавит. В Казахстане латиницу использовали с конца 20-х и до 1940-го года. Эта письменность известна как «Яналив» или «Новый тюркский алфавит». Однако в 40-е годы советские филологи разработали новый алфавит, который в Казахстане действует до настоящего момента. Латинский вариант казахского алфавита используется и сейчас, правда, немногочисленными группами. Например, он в ходу среди казахских диаспор в Турции и в ряде других западных стран. Айнур Нурмангалиева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 31 мая в Казахстане отмечался День памяти жертв политических репрессий. День, когда мы чтим память людей, которым пришлось пережить горе, страдания и всю жестокость сталинских репрессий. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась специальная выставка. Репрессии затронули миллионы советских граждан, но больше всех событий того времени коснулись нашей области, потому что на территории Сарай-Аркии действовал крупный исправительно-трудовой лагерь «Карлак». Музеи молодым карагандинцам рассказали обо всех тяготах тех лет. Можно было услышать много нового и интересного о жизни в лагерях «Карлак». Это просто неописуемые эмоции. Особенно, когда картины, посвященные войне или вот как сейчас про лагеря, это очень тяжело такое смотреть, потому что начинаешь думать, вспоминать о нашем прошлом, и это очень эмоционально сложно. Всего на выставке было представлено более 60 картин, выполненные в разной технике. В музее можно было увидеть работы, выполненные маслом, акварелью и даже карандашом. Все они хоть и были выполнены на одну тематику, но в каждой из них можно было увидеть разное. На этой выставке мы их познакомим с работами карагандинских художников, которые прошли репрессии. У нас содержится большая коллекция, которая считается золотым фондом нашего музея. И коллекция эта объединяет очень известные имена в мире искусства. Это и, конечно же, Генри Хогиллер, это Павел Петрович Фризин, это Александр Леонидович Чержевский. И очень много, кого можно перечислить. Такие мероприятия проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди студентов. Молодежи всегда было интересно узнать новые факты и историю жизни людей в годы репрессии. Такие выставки уже стали традиционными. Астер Сазымбаева, Исламбек Успана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сеть супермаркетов Айян дополнил еще один объект. 17-й по счету магазин распахнул свои двери в торгово-развлекательном центре «Сити Мол». Приурочив свое открытие к волшебному празднику детей, сеть супермаркетов Айян стала добрым волшебником. Организаторы устроили праздничное веселье с участием сказочных персонажей, игры, конкурсы и подарки. За весельем наблюдали наши корреспонденты. Супермаркет Айян распахнул свои двери в торгово-развлекательном центре «Сити Мол». Построенный всего за 45 дней торговый объект стал уже 17-м в сети Айян. В самой Караганде их 14, в Тимиртау один и даже в Алматы находятся два супермаркета. Но администрация компании не намерена на этом останавливаться. В планах уже в этом году открыть еще 11 торговых точек в разных городах. Что касается «Сити Мола», то здесь супермаркет уже давно был необходим. Этот магазин отличается от других сетей супермаркета, которых у нас на сегодняшний день 17. Тем, что он построен, будем говорить, в таком культовом месте для карагандинцев. Поэтому он сделан в более, будем говорить, продвинутом дизайне. Но цены будут как по сети Айян. То есть цены везде будут маленькие. Счастью карагандинцев не было предела, поскольку и работникам «Сити Мола», и карагандинцам такое расположение супермаркета очень удобно. Стоит отметить, что в честь открытия можно было заметить снижение цен и увеличенное количество акционных товаров. Что, кстати, свойственно этому магазину. Да, конечно, это очень хорошо, что здесь открылся супермаркет Айян. Вообще Айян мне нравится, я не только здесь откружилась, но вот что в «Сити Моле» открылся, я очень хорошо. А то вот не было супермаркета. Теперь как бы здесь работаем и как бы удобно нам. Здесь очень хорошее месторасположение, доступное для людей. Самое главное все для людей. И акции хорошие, и супермаркет очень доступный, хороший. Удобно то, что парк рядом. А вот мы с ребенком гуляем частенько. Можно сразу зайти что-то купить. Жители отметили низкие цены на продукты, а также на наличие лавки с социальными товарами. Цены в данном супермаркете не отличаются от цен всей сети. Они находятся на том же низком уровне. Открытый в День защиты детей супермаркет поздравил маленьких карагандинцев с праздником. Детвора радовалась мягким игрушкам, сладким призам и воздушным шарикам. Впечатлила акция не только детвору, но и взрослых. Их пригласили на игру знатоков. И вам, и всем вашим другом. И вот это отличное настроение тоже для вас. Спасибо. Стоит отметить, что первый супермаркет был открыт 16 лет назад. С тех пор и продолжается традиция дарить радость детям и взрослым. Андрей Тенфа, Реза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В предстоящую субботу в Караганде будут перекрыты автомобильные дороги. 3 июня с 8 до 13 часов будет проведен полумарафон Армангажол. По этой причине будет перекрыт участок автодороги по проспекту Республики. От улицы Муканово до улицы Бауржана-Мумышилы, бывшие взлетные полосы. Движение транспорта будет осуществляться по улицам Татимбета и Муканово, а также по седьмой магистрали. Это все, чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!